МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня потянуло в эту область, но мне родители мои сказали, извини, у нас предпенсионный возраст, мы тебя учить не сможем. Поступай в МГТУ, тут поблизости, куда-нибудь доустроишься. В итоге с дипломом инженера-металловеда Татьяна устроилась на телевидении. Сегодня она не только рассказывает о новостях города, но и создает телевизионные программы. Одна из последних о магнитогорце Кирилле Формике, прославившемся на всю страну своим марафоном «Магнитка Волгоград». Мне было интересно, потому что я сама очень люблю таких людей, которые не сидят на месте, которые к чему-то стремятся, которые ставят перед собой немыслимые цели и достигают их. Программа писалась легко, хотя писалась она в свободное от работы время. Совету тех, кто помогал создавать этот телерассказ, отправить работу на конкурс, Татьяна решила последовать. А для проверки мастерства выбрала ни много ни мало самую престижную премию страны – Тефи-регион. Отбор финалистов конкурса проходил в Великом Новгороде. За два часа до церемонии награждения, которое проходило в Кремле, в здании филармонии, все журналисты собрались в конференц-зале отеля, и туда пришли все члены жюри. Я встала и прямо сказала, покритикуйте, пожалуйста, программу «Марафон «Магнитка Волгоград». И члены жюри заулыбались, зашептались и сказали, ну, вы все узнаете вечером. Тогда я поняла, что у меня есть шанс. В номинации программы «Магнитка Волгоград» у Татьяны Зайцевой было 17 конкурентов. Вместе с «Магниткой» выхода в финал Тефи-регион удостоились Красноярск и Кемерово. Было интересно посмотреть на творческих людей, на людей, у которых горят глаза, на людей, которым что-то надо в жизни, которые состоялись в профессии. Поездка дала перезагрузку, такую творческую перезагрузку. Я уже говорила, что я свою профессиональную батарейку, свой аккумулятор подзарядила там на все 100%. Через три недели Татьяне предстоит еще одна творческая подзарядка. Из числа трех финалистов в каждой номинации конкурса «Тефи-регион» будут выбирать одного лучшего. Событие состоится в Уфе 24 ноября.